не встречался. Так, ну что, дорогие друзья, продолжаем изучать великую мудрость царя Соломона. Вот только что мы разговаривали как раз про царей, пока сейчас собираются все, и выяснили, что вообще работа царя это очень опасная работа, опасная, тяжелая. И вообще все, что касается власти над людьми, значит, как царь Соломон говорил, что все время, пока человек властвует над другим, это ему идет во зло. И мы обсуждали Йосефа, был такой Йосеф Правене, который был второй человек после фараона в Египте. Так Йосеф, он умер раньше, чем все остальные братья. О, Алекс Поделка, Шалом! Давид радуется, наверное, что папа учит в каждый день Торо. Михаил Федорович, Шалом! Тали, Лиля Берман, Леонид Флаксенберг, Шалом! Марина Заржецкая, всем Шалом! Привет, Стелла Телимник! Все, всем Шалом, всем привет! И мы продолжаем изучать, продолжаем изучать притчи царя Соломона, 17 глава, 19 отрывок. Мы находимся в 19 отрывке. До этого мы выяснили, что человек, который не управляет своими эмоциями, то ему ни в коем случае нельзя поручаться за другого человека, даже за своего друга. И, значит, почему? Потому что и друг может не управлять эмоциями. Вот два таких не управляющих эмоциями человека, и каждый из них особенно поручился за другого. И дальше пошло-поехало. Ну, то есть, если ты за себя не можешь поручиться, так тем более ты не должен за ближнего поручаться. Потому что, что он натворит, непонятно. И ты говори, мы друзья, я с тобой друг-друг. То есть, я и ты друзья. Но поручиться за тебя перед другим человеком, нет. Вот это вот то, что мы 18 отрывок закончили в предыдущем уроке. Сейчас 19 отрывок. Значит, ОФ Пеша, ОФ Мацад. Написано так, что тот, кто любит Пеша, это грех, не грех даже, это преступление по халатности. То есть, Шаим это как такие грехи, нарушения. Знаете, есть такой человек, он тут нарушил, тут разлил, тут на ногу наступил, тут его обидел кого-то. Ну, то есть, люди, которые вот, они все время делают вокруг себя балаган какой-то, да? Так, тот, кто любит это делать, есть эти люди, которые любят это делать. Он любит также и ссоры. Потому что, ну, иначе он бы, как у человека идет. Вот каждый человек, он в жизни стремится к удовольствиям. И если ему что-то доставляет сильное страдание, то он, в принципе, это делать не будет. То есть, он будет от этого убегать. И мы все живем вот в балансе между страданием и удовольствием. То есть, ты хочешь удовольствия, и ты думаешь, вот это действие, оно мне даст больше удовольствия или даст мне больше страдания. И даже если ты так не думаешь, что вот этот вот внутренний мозг, подсознание, которое управляет, да, сердце, он все время балансирует между ожиданием удовольствия и ожиданием страдания. И если, и если ожидается больше страдания, то тогда вот эта внутренняя корова, она не делает. Даже если это полезно и нужно. Теперь здесь нам написано так, что тот, кто любит вот этот грешить, он любит и ссоры после этого. Но грешить пэша, это когда ты делаешь какое-то нарушение, грех против другого человека. И если ты вот как бы не любишь эти ссоры потом, то ты в какой-то момент перестанешь это делать. Понятно, да, идею? Теперь Макбея Петхо, тот, кто поднимает свой порог. Мивакэш Шевер, он, значит, как бы просит, ищет, Шевер это слом и Шевер это крушение. Что это значит? Есть такие люди, что значит поднимаешь свой порог? Вот каждый человек, он о себе какого-то мнения. И он о себе какого-то мнения, и, значит, он мнение, насколько он имеет право влиять на окружающих, просить у них что-то, заставлять их что-то делать. И тот, кто поднимает свой порог, это, ну вот в Харькове говорили блатовать, да, то есть он блатует. И тот, кто блатует, он как бы, он близится к крушению. То есть чем ты больше блатуешь, тем больше вероятно, что ты в конце концов нарвешься на кого-то, кто тебе вот эту вот башку сломает. Вот если по-простому так говорить, по-харьковски. То есть вместе этот девятнадцатый отрывок, он складывается так, что тот, кто любит грешить, он любит ссоры, потому что одно влечет за собой другое. Одно влечет за собой другое. То есть как в Пертьевоте смешна такая, что когда человек делает заповедь, награда за заповедь-заповедь, как включается цепная реакция. Когда человек делает грех, то награда за грех, ну не награда, а как бы последствия греха, второй грех, следующий грех и так далее. То человек становится на вот эту вот скользкую дорожку, тут он украл, обманул, чтобы это скрыть ему надо. Это вот из последних примеров, что мне в голову приходит. Я читал, что судили там одного, поймали одного парня, который убил своего отца-миллионера, чтобы получить наследство. А как его поймали? Он подстроил отцу самоубийство. Но чтобы скрыть это самоубийство, он, значит, знал там один из его знакомых, ему пришлось убить знакомого. Но его девушка, которая узнала про это, ему пришлось убить и девушку. Потом, но это все продолжалось там с годами. Потом его поймали за убийство девушки, раскрутили потом убийство этого друга, а потом уже подняли дело о самоубийстве отца и раскрутили, что это не было самоубийство, он убил отца. То есть получается, что делая одно преступление, ты как бы тянешь за ним цепочку. И здесь нам этот путь раскручен только от начальной точки. Тот, кто любит грешить против других людей, значит, он должен любить и ссоры, потому что ссоры потом неизбежны. Если ты любишь ссоры, и ты Макбия Питко, и ты блатуешь в этих ссорах, не отступаешь, а ломишь вперед, значит, что? Значит, ты близишься к крушению. Потому что рано или поздно крушение наступает даже на самых серьезных преступников, которые там главы мафии и так далее. Они все равно нашла коса на камень, и как бы там ни крутилось, но как был такой Чарли Лучано в Америке, был такой глава мафии преступного синдиката, и он поддержал кого-то на выборах, который был против Рузвельта. А Рузвельт стал президентом, и Чарли Лучано в тюрьму, потом из тюрьмы, значит, выслали его в это, ну и так далее, и так далее. То есть, нашла коса на камень, всегда находит тот, кто идет по преступному пути, еще и, ну, как бы давит, а у него нет выхода другого, чем давить. Значит, он близится к крушению. Это 19-й был отрывок, значит, 20-й отрывок, переходим в 20-й отрывок. И кэш лев ло им ца тоф. Тот, кто искривляет свое сердце, не найдет добра. Ве неепах белышуно, тот, кто переворачивает свой язык, иполь быра, он упадет в зло. Значит, опять же, без объяснений ничего не понятно. С объяснениями понятно все очень хорошо. Значит, если у человека сердце, сердце это управляющий орган, это его мышление, назовем это так. Сердце это инстинктивное, запрограммированное, автоматическое мышление. Если рациональное, осознанное мышление, это называется там интеллект, макшива, разум, разными словами. Сердце это то, что вот это вот в подсознании, да, корова, в которой человек не осознает, но у него там она заполнена знаниями о мире, сердце заполнено принципами, убеждениями, что такое хорошо, что такое плохо, что такое правильно, что такое неправильно, что такое ценности, что важно, что не важно, ну и так далее. У каждого человека внутри набор информации, который определяет его выборы в жизни. И тот, у кого искривленное сердце, то есть у кого исходные данные вбиты туда неправильные, то даже если он хочет идти по пути добра, он не знает, как делать. Лоим цаотов, он не найдет добро. То есть он хочет, чтобы было хорошо. Вот сидит какой-то человек, с утра он проснулся и думает, что бы такого хорошего сделать сегодня, блин, ну вот чтобы, вот хочу сделать что-то хорошее. О, значит, понятно, что я хочу, пивка выпью. Хорошо, выпил он пивка. Чего бы еще хорошего сделать там, да? Вот к соседке зайду в гости сейчас, да? Муж ушел на работу, зайду к соседке, порадую ее. Ужас, ужас. То есть он хочет сделать что-то хорошее, но в итоге получается преступление за преступлением и преступлением погоняет. Понимаешь? То есть тот человек, у которого в сердце искривленные установки, он не найдет добра, даже если будет его искать. Потому что он не знает, что такое хорошо, что такое плохо. Он идет по неправильному компасу. Теперь, но и зла он особого, ну то есть он может, конечно, сделать зло, но может быть, как бы, как Малбим объясняет, что когда написано, что он не найдет добро, написано, но и зла он не сделает. Так он объясняет. Почему он зла не сделает? Может быть, Бог, человека, который искренне стремится к добру, может, он его от каких-то страшных преступлений огораживает, да? То есть останавливает. Но вторая часть отрывка. Тот, кто переворачивает свой язык и поль браа, упадет во зло. Что значит переворачивает язык и упадет во зло? Когда человек имеет неправильную систему мышления, но никому ее не передает. Это одно. Он как бы варится внутри себя и в мире действий уже, да? То есть есть мир мышления, а есть мир действий. И в мире действий, если у человека только внутри мышление неправильное, но намерение хорошее, то в мире действий Бог его может проводить и охранять его от всяких преступлений. То есть может он пройдет по жизни более-менее нормально. Но если он свое неправильное мышление начинает выводить наружу и начинает влиять на других людей, и начинает их принуждать действовать как он, то есть он начинает спаивать друзей, он активно начинает свое неправильное мышление пропагандировать, тогда написано, что с ним будет, и поль браа, он тогда упадет во зло. Потому что есть в принципе, есть хозяину мира, этот хозяин мира Бог, он мир создал, он установил мир таким, как он должен быть, он установил это добро, это зло, и сказал, что действуйте, выполняйте заповеди, награда для вас подготовлена. Теперь, если вы не будете выполнять заповеди, и дальше идет, вот это мы говорим в Шмаестреэль утром, если вы не будете выполнять заповеди, и начнете служить другим богам, тогда, значит, и идут все раздачи. То есть одно дело, когда ты делаешь добро, другое дело, когда ты ничего не делаешь, а ты просто в состоянии такого сомнения, незнания, висишь себе в своем внутреннем мире, никак не проявляя свою позицию, да, ты не знаешь, что правильно, и ты признаешь, я не знаю. И совсем другое, когда ты идешь уже в сторону зла активно, это называется служить другим богам и поклоняться им, вот тогда Бог уже включает наказание. То есть, понятно, да, есть три как бы состояния. Нейтральное, служение Богу, выполнение заповедей, и служение злу, то есть зло это все, что идет против служения Богу. И вот это вот страшный момент, когда человек переходит эту границу, когда он начинает продвигать какую-то идеологию, там, неважно, коммунизм, атеизм, там, я не знаю, еще какую-то, тот же возьмем гомосексуализм, да. Если человек, он, мы знаем, есть грешник двух видов. Первый грешник, который грешит по вожделению, то есть у него есть вожделение, он знает, что есть Бог, он знает, как Бог к этому относится, и он говорит, я, Бог, прости, не могу справиться, вот вижу мужика, все, у меня прям планка падает, люблю, не могу, все, ну, прости меня, значит, мне, там, 15 минут, закрой глаза на мои преступления. Ну, образно, да, это, это называется грешник по вожделению. Есть грешник-скептик, который, который, он уже говорит, а кто сказал вообще, что Бог это запретил, или вообще, кто такой Бог? И, значит, ну, опять же, у него есть две, как бы, две градации. Одно дело, когда он это себе внутри головы думает, и там, ну, как бы, я не знаю, что там на небе насчет него, но если он выходит на парад и говорит, что все должны так делать, то есть не просто, а все должны так делать, и официально, значит, нужно это все законодательно утвердить, и в школе с первого класса объяснять детям, что так надо делать, да, то тогда он уже становится активный пропагандист зла, и тогда уже включается совершенно другая история. Другая история, да? Понятно? Да, да, какой жал. Да, теперь дальше, дальше, 21 отрывок, то есть мы с этим разобрались, да, то есть вот эти три стадии, это был 20 отрывок. 21 отрывок. Значит, ребенок, вот этот грешник по вожделению, для грусть ему, вот так дословно переводится. Ребенок, грешник по вожделению, грусть ему. Да, я не знаю, как там переводят, я дословно перевожу как севрита. Теперь И не будет радоваться папа Наваль, это, ну, нехороший человек, да, такой, редиска. Плохой человек, Наваль. Значит, как на русский переводят? 21 отрывок, 17 глава. Мне просто интересно. Родил кто глупого на горе себе, и не радуется отец негодного. Значит, на русский переводят так, что родил кто глупого на горе себе, и не радуется папа негодного. Вот этот, кого я назвал редиской, то по-русски это правильно, вот, перевели негодный. Негодник. Ну, то есть, знаете, теперь без объяснений мудрецов вообще непонятно, что имеется в виду. С объяснениями понятно все. Значит, здесь нам дается еще одна, одни критерии грешника по вожделению. Значит, есть грешник по вожделению, который таким родился, у него такая природа. То есть, есть люди, которые вот он, как Яаков и Исаф. То есть, Исаф, он родился уже, изначально он родился таким животным, он весь уже был в волосах, сделанный, и у него первое, что он сделал там в 13 лет, он убил, изнасиловал, ограбил. То есть, у него он животное по сути своей, да, такое, причем, причем, ну, агрессивное, со знаком минус. И есть вот этот грешник по вожделению, у которого такая природа. То есть, он таким родился. Есть грешник по вожделению, он таким стал. То есть, он не был обжорой, он не был пьяницей, он не был... Он просто приучил себя таким быть. Это называется грешник по вожделению, который таким стал. Приученный. Есть грешник, который диэнетический такой. Теперь, если он грешник диэнетический, то это грустная вещь. То есть, это для грусти ему, как сказано, да, родился таким ребенок, если родился, это на грусть ему. Это как Ривка, которая... У нее в животе было два близнеца, Яаков и Исаф. Она ходила, и она чувствовала, плакала, шла мимо и дала поклонство. Один пытался вырваться, шла мимо синагонии. Другой, Яаков, значит, подавал. И они с детства внутри в животе, они уже были разные. И Исаф хотел убить Яакова, в общем, и так далее. Теперь не будет радоваться папа вот такого вот негодного, да, которого плохого человека. То есть, отец, его суть, отец должен его воспитать. Он должен его воспитать. И на нем очень серьезная, сложная задача, если рождается такой ребенок. Даже Ицхак, да, Авраам, Ицхак и Яаков, это были три родоначальника еврейского народа, он не мог воспитать Исафа, он не мог его изменить. То есть, он старался, он пытался, он хотел, но он не мог. Исаф, он рос в доме у двух цадиков. Мама Ривка, она была праведница. Ицхак, он был праведник. Исаф, Исаф, он был, он родился таким. Это как раз нет, вот это объясняется первое, тот, кто родил такого ребенка, да, то есть, это генетика. Что нам говорит Тора в этом случае? Есть известная, в Торе есть про сына, который родился. Он, этот сын восстает против папы и мамы, обжора, он и пьяница, крадет деньги, покупает на них вино и мясо, съедает все за один раз. Там целая идет глава непонятная вообще. И написано, этого сына должны родители отвезти к мудрецам, им, старейшинам. И старейшины его один раз предупредили, он продолжает это делать. Если он продолжает делать, его надо убить. Это прямо в Торе, прямым текстом написано. Значит, Талмуд разбирает эту ситуацию, говорит, невозможно, чтобы все параметры совпали. То есть, его можно убить при совпадении всех этих параметров, а этого не было никогда. И в принципе, это невозможно, чтобы все параметры совпали. Зачем нам Тора это пишет тогда? Она нам пишет, чтобы показать вот именно здесь то, что написано в 21 отрывке. Что есть у человека природа, и что природа этого человека, она ведет к тому, что если его не убить, то он убьет и уничтожит мир вокруг себя. И поэтому лучше было бы его убить. Ну, то есть, объясняется нам, что есть такая природа, есть такая ситуация в жизни. Почему она есть? У меня нет ответа. Почему рождаются люди? Почему рождаются такие люди, там, как Чикатило, которые убийцы, которые садисты и так далее? У меня нет ответа на этот вопрос, зачем Бог это делает, почему, вернее, он сделал такую систему, при которой это возможно. То есть, понятное дело, что Бог это не делает. Он сделал систему, при которой возможен вариант, что рождается вот такое. Почему родился у праведника Ицхака и у праведницы Рифки сын Исаф? И эта история записана в Торе и описана в Торе. Почему это произошло? Ответа нет. То есть, нет ответа. Они были праведники, они молились Богу оба, Бог им дал двух детей, один стал святой Яков, который стал Исраэль, да, который, ну, поднялся на самую высокую ступень, в которой может подняться человек, а второй был убийца, насильник и преступник. И они были два брата-близнеца, вместе родились у одинаковых папы и мамы в один день. Тут ни гороскопы не работают, ничего не работает. То есть, видно, за этим нам эта история и дана, чтобы мы понимали, что этот мир, с одной стороны, это мир схем, с другой стороны, есть у этого мира хозяин, который находится вне схем, и всегда есть вот этот люфт, когда схема, она не срабатывает. И, а кто хозяин? Бог хозяин. То есть, я думаю, что вот для этого нам и дана вот эта вот история в Торе, да, одна из самых ключевых. То есть, это начало, начало вообще зарождения Авраама, Ицхака и Якова, это те, которые вообще мир познакомили с Богом. И когда мы молимся, например, вот три раза в день я молюсь, я говорю, Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова. То есть, это Бог, о котором мы знаем через этих трех праотцов, да. И вот так вот был у Ицхака сын Исав, который был преступник. В общем, здесь нам написано просто, сообщается факт, да, что если такой уже сын родился, то это грусть для того, кто его родил, и папа здесь не будет радоваться, что он родился сыном. Но что с этим делать, непонятно. То есть, просто нам такая констатация факта, что такое бывает, знаете, такое бывает. Дальше, 23 отрывок, значит, 22 отрывок. О, это очень классно. Это сейчас последний на сегодня отрывок, да, и все. Значит, 22 отрывок. Лев Исамах Итав Гаа. Значит, сердце радостное, благотворно влияет на тело. Радостное сердце благотворно влияет на тело. В эруах НК и дух подавленный, депрессивный дух, он что делает? Теобеш Гарем. Он сушит кости. Значит, здесь мы переходим в сферу, которую я очень люблю, сфера физического развития, здоровья, физкультура. То есть, я прямо эту тему очень люблю. И, значит, что нам говорится? Что радостное сердце, когда у человека внутри радость, оно улучшает, тело улучшает здоровье. Есть известная история, как был один человек, у него было аутоиммунное расстройство неизлечимое. На Каеву была фамилия, сейчас не помню, вот выскочила Кассель или Касаль, что-то такое. И он, ему врачи сказали, все, говорят, пару месяцев вам осталось, вам умирать уже, мы не лечим такие вещи, аутоиммунное расстройство. Он говорит, ну если уже умирать, так я, говорит, ну хоть порадуюсь перед смертью. И он накупил видеокассеты, тогда еще были видеокассеты, и, значит, заперся в номере гостиницы и начал смотреть комедии и хохотать. В общем, он день хохочет, два хохочет, у него боли отпустило. На третий день, он вообще, у него там, у него мышцы что-то сжимались, ну что-то было какое-то с нервами, с мышцами, какая-то болезнь, от которой неизлечимая. В общем, он через неделю, он уже, у него болей не было, мышцы отпустило, и он, значит, известен в истории как человек, который рассмешил свою смерть. И он остался жив, прожил после этого очень много лет и был здоров. Значит, я только, только буквально вот вчера я разослал многим своим знакомым статью одного парень такой, да, который, Марашковский, его фамилия, Марачковский. Один из тоже, он был бизнес-тренера, такие инфобизнесмены, еще в начале, там, лет 10 назад, он был суперпопулярный, очень заработал много денег, все. И он пишет свою статью и историю, вот у меня заработал я много денег, а здоровье-то начало, не мог вообще ходить, не мог ходить, не мог бегать, суставы, пришел я к врачам, к одному иду врачу, они говорят, вообще, торба, все, ну, то есть, ужас вам там, ну, ходить вы не будете, в общем, да. Он, значит, говорит, иду ко второму врачу, показываю те же самые анализы, МРТ, там, снимки, все, говорят, ТАСС, там, вообще, ну, дают совершенно другой анализ, но согласны, что ходить не буду. Едут, в общем, пять врачей в Москве, самых лучших врачей, дали ему разные анализы, все сказали, что ходить не будут, неизлечимо, но причины разные, лечения разные. Он поехал в Израиль, израильский врач, ему говорит, вы знаете, говорит, выходить точно не будете, вам пару месяцев осталось, единственное, вам, говорит, спасение, это поменять тазобедренный сустав на титановый, каждые пять лет менять операцию, все. Он говорит, я все это послушал, но из-за того, что были пять разных анализы, разных диагнозов, я никому не поверил, и начал я заниматься не лечением, то, что врачи их учат лечить, но их не учат, откуда берется болезнь, и что это системное какое-то нарушение организма. И он, значит, этот Марачковский, он начал заниматься альтернативной медициной, поменял свое питание, там, и так далее, и так далее. В общем, фотография, где он описывает эту всю историю, он пробежал триатлон, 42 километра бега, там, 4 километра плавания, 180 километров на велосипеде, никаких таблеток, никаких лечений, никаких операций, все работает, суставы не восстанавливаются, ему говорили. Оказывается, все-все восстанавливается, все работает. То есть, все идет от мышления, все идет от мышления, все идет от настроения, все идет от намерения, все идет от сердца, да, то, что сердце человека. И нам здесь как раз за 3000 лет до Луизы Хэй, до Лиз Бурбо, до всех вот этих вот людей, которые на сегодня очень популярны, как недавно писал предисловие книжки Хоапонапона, которые описал Джо Витали, ну и так далее. То есть, задолго-задолго до этого нам царь Соломон от Бога передал следующую истину. Сердце веселое, оно оздоравливает тело. И дух, дух прибитый, когда у человека депрессивный дух такой и так далее. Руах Некэа Теябэш Гарем. То есть, оно иссушает кости, костный мозг, то есть, оно оказывает влияние на иммунитет, на здоровье, на все. Поэтому, а что может дать человеку радость? Только вера в Бога, потому что, если человек в Бога не верит, какая ему радость? А чего ему радоваться-то, да? Но человек, который верит в Бога, который полагается на Бога, который внутри знает, что он идет по путям Бога, и Бог о нем заботится, Бог его любит, такому человеку, конечно, надо радоваться, и уже эта радость, она будет его исцелять. Все, друзья, желаю вам радость. Первое, полагаться на Бога. Второе, изучать Тору. Третье, быть радостными, потому что впереди у человека, который полагается на Бога, изучает Тору, выполняет заповеди, у него впереди вечная жизнь, полное удовольствие. Мы здесь, в этом мире, только зарабатываем себе удовольствие, поэтому уже можно радоваться. То есть, если ты знаешь, что тебе там через несколько десятков лет дадут 10 миллиардов долларов и больше, да? Ну, то есть, удовольствие, которое человек получает в вечном мире, оно намного больше, чем 10 миллиардов долларов. Это причина радоваться сейчас. Причина радоваться сейчас уже есть у всех, кто полагается на Бога. И как следствие придет здоровье, как следствие придет счастье в отношениях, как следствие придет богатство. То есть, это все придет как следствие человеку, который идет по правильным путям. Все, удачи, успехов. Сделайте свои выводы. Обязательно, без выводов, все, считайте, что не было урока. Сделайте выводы, хотя бы один свой вывод, чтобы его закрепить, свое, свой вывод. Мой вывод, что я понял, и желательно три вывода. Все, удачи, успехов, хорошего дня.